Я занимаюсь организацией конференций, фестивалей, мастер-классов в Украине и онлайн-обучением. У меня большой онлайн-проект, который обучают психологов. Поэтому, если кто-то собирается читать вебинары или собирается выйти в онлайн, то я могу ответить на эти вопросы. Лучше бы вы примерно понимали. Я психолог, зовут меня Олег Перепелица, если кто-то не запомнит. Работаю уже давно, работаю тренером, психологом, работал с очень разными категориями людей. В наркодиспансере работал, работал в исправительных учреждениях, работал в школах, в институте работал, работал в сферах бизнеса, с МЛМ-бизнесом, с разными сферами, но все равно остался в теме психологии. Благодаря вот этой ситуации, которая произошла в нашей стране, я еще и очень хорошо освоил кризисную психологию. Вот понял, что ничего там страшного нет. Все может человек пережить, абсолютно. Главное подобрать вот эту песню. Хорошо. Мастер-класс называется, да, тема перфекционизм. И давайте буквально несколько слов. Как вам кажется, что вас привело сюда, именно ко мне, именно на этот мастер-класс? Почему? Почему вы здесь? Не все, но кто хочет? Умение выражаться. Умение выражаться? Вы выразились сегодняшний день. Хорошо. Мы за справками. Что-что? За справками. Справка будет. Не всем. Хорошо. Да. Наилучшим образом. Да. Хоть все привело. Да. Перестать быть. Перестать. Да. Научиться с ним справляться. Давайте еще пару человек. Харизма ваша. О, да. Да, мы харизма. Это от бога досталось. Я ничего с ним не делал. Дети, можно здесь сесть? Нельзя, конечно. Я прикрыт сзади. Не опасно. Хотя в Киеве уже опасно. Так. Хорошо. То есть, да. Справиться с этой штукой. Давайте еще пару человек и тогда начнем чего-то делать. Мне, походу, придется... Ну, я постоянно боюсь, что сделают плохо то, что задумала. Я думаю, это вот... Потому что у вас есть некая картинка, как хорошо, да? Да. Про вебинары интересно. А? Про вебинары интересно. Про вебинары. Ну, потом у нас будет, это минут 20, я на эти вопросы поотвечаю. Если вы меня ловите, я... Мне хочется, да, вот эта фраза, лучше хорошо, но никогда, это про меня. Да. Никогда не начнешь, потому что... Ты не стой трахать мозги и начать жить. Да. Есть такая штука. Да, вот это начать жить, я тоже. Ну, там, когда вот трахаешь мозг, надо потом в какой-то момент, нужно просто ускориться. Что-то про это будет. Я расскажу примерно о корнях, откуда ноги растут, почему и как вот с этим справляться. Если брать вот вообще термин перфекционизма, это, если знаете, такой рассвет культуры и искусства, это эпоха Ренессанса. Это Италия. И какие у вас ассоциации с Италией эпоха Ренессанса? Может, кто-то был в Италии, может, кто-то видел картины этого периода. Да, они ушли от идеалов и начали, грубо говоря, наслаждаться земной красотой женщины, там всякие санэпы Шекспира об этом, если не ошибаюсь. Такая яркость, эмоции. Это как раз вот эта эпоха, это эпоха перфекционизма ее называют. Самый яркий представитель это Микеланджело. Микеланджело был о народе. Если вы знаете немножко его историю, этот человек, который расписывал Сексинскую капеллу. Он один из самых дорогих живописцев той эпохи, того времени. То есть он очень был богатый человек, но жил в очень такой непонятных условиях. А когда он расписывал Сексинскую капеллу, это достаточно большой объем. Большой объем. И как делается эта роспись? То есть были вот такие некие листы пергамента, на них наносились контуры, ну как туровку, может, кто-то делал когда-то или видел. То есть наносится контур, контур отпечатывается на штукатурку и потом создается некий образ. Он нанял, так как работы было много, заказ был большой, он нанял себе подсобников, художников, которые должны были рисовать, чтобы закончить срок. Но ему все не нравилось. Они все делали плохо. Халтурщики. Халтурщики и сволочи. Потому они не горели. Они работали за деньги, а он за идею. У них были разные цели. И он потом всех их выгнал, закончил эту работу сам, ухандукался полностью, он там и спина, у него тут все, он там весь заболел, это 10. Но такой очень сильный персонаж этой эпохи. Потом еще туда же, это Леонардо да Винчи, он был такой своеобразный перфекционист. В живописи он был перфекционист, а в дневнике он писал как попало. И самое интересное, феномен перфекционизма, вот в чем-то вы перфекционист, а в чем-то вы кто попало. Заметьте. Потому что наша душа, она требует, она любит гармонию. То есть если вы знаете, в природе нет симметрии. Нет симметрии в природе, но есть гармония. Когда вот, можно знать, такого психолога, психотерапевта Милтона Эриксона, автора эриксоновского гипноза, когда к нему приходили люди и говорили, что я хочу найти свою уникальность. Он говорит, ну ты и так уникален. Нет, я это не чувствую. Я вот, называется, все люди разные, один я такой одинаковый. Вот, в такой области. Вот, он всех отправлял, у него был такой дворик, там сад. Он говорит, ну хорошо, иди, два одинаковых листика. Вот, найдешь, все, типа, за приемом, иди, два. И никто не мог найти эти полиции, потому что они все были разные. И поэтому природа нам не терпит симметрии, но все какой-то вот гармонии. Поэтому вот наша душа тоже, когда где-то мы в чем-то пытаемся налетить на себя какой-то идеал, где-то будет проявляться наша вот такая, как бы, да, теневая сторона. Это знаете, есть такая штука, вот, если у человека дома все идеально, значит, где-то на работе как-то заняться. Либо в семье какой-то пипец. У дедушки Фрейда есть классная фраза, он говорит, чем больше идеальный человек снаружи, тем больше демонов у него внутри. Вот люди, которые сверху очень сильно идеальные, нам нравится очень сильно их жизнь. Очень сильно нравится их жизнь. Мы хотим жить их жизнью очень многие, многие стремятся к этому. Но если вот взять тех же самых вот великих этих людей, они очень сильно страдали. Есть такой феномен, вот в психотерапии, в психологии говорят, миром двигают те, кто страдает, страдальцы двигают. Если вы знаете, вот Стив Джобс, да, вот его всегда пример ставят, очень крутой оратор и так далее. Он же не хороший компьютерщик. Да, да, да. Он же вообще компьютера мало какой. Он хороший продавец. Его гений был это умение презентовать. Есть анекдот про Стива Джобса. Молодой парень пишет, говорит, начал заниматься удобрениями для растений, но компания Apple подала на меня в суд. Говорит, что это они производят говно для нарциссов. И вот наше несовершенство, наше несовершенство, ощущение нашей несовершенства и нашего, ну как бы, нашей неполноценности люди пытаются компенсировать некими внешними атрибутами. Знаете, как вот, типа как... А как вы думаете, почему? Почему это происходит? Ну, пока на самом деле должна быть гармония. Должна быть гармония. Типа я говно, зато смотрите, какой у меня крутой планшет. Отвлекающий фактор. А? Маскируют себе. Отвлекающий фактор, мастеровка, маска, самоуспокоение. Компенсация. Самоутверждение. Ну, это даже не сублимация, это называется компенсация. То есть компенсировать. А знаете почему? А почему? Утвердиться за счет твоих, спасибо, что все и дорогие. А знаете почему? У человека есть страх, что его не примут, таким, какой он есть. Ну, у человека есть страх, что такой, какой я есть, я нафиг никому не нужен. Вот у меня сейчас двое маленьких деток, один совсем маленький, один уже 8 лет. Там уже в группе, их, где они общаются, там уже есть некая оценка. Типа у него такой велосипед, типа мы с ним дружим. Типа этот чувак, наша песочница. А у этого типа нет велосипеда, это барбош, мы с ним не общаемся. И уже вот эта штука начинается. То есть человек за счет неких предметов пытается вот свою личность укрепить. Это вот тема защиты. Вот кто говорил про защиту, вот вы правы. Это не то, что защита. Это как бы оградить себя некими предметами, что вместе с предметами меня принимают. Это если я иду в гости, я иду с пирогом. Ну, вот это вот такая штука, что... Покупка. Да, типа... Да, и покупки снимают стресс. То есть с помощью покупок, понятное дело, шопинг это снимает стресс. Это хорошая такая штука. Но вот эта тема, страх быть непринятым. Что меня вот такого, какой я есть, меня не примут. И бренды, да, когда вот люди окружаются, да? Ну, брендами, вещами и всякими, да? То есть я весь в Армане. Вот я лечился. Я в курсе. Он как бы за вещами прячется, да? Ну, пытается скомпенсировать. Сюда же еще относится к теме перфекциониза. Тема кредитов. То есть жить лучше, чем на самом деле. То есть вот человек как бы берет кредиты, потому что он пытается жить лучше, чем на самом деле. Вот у меня, допустим, моя личная позиция. У человека машина должна стоить, сколько он зарабатывает за два месяца. Если она дороже, то он живет уже непосредством. А если машина в кредит на пять лет, то нужно задуматься. Головой пробел. Да, задуматься зачем. И самое интересное, вот эйфория от покупки, она длится недолго. Еще вот скажу, вот такой феномен. Вот смотрите, может тоже у кого-то было такое. Откуда как бы корни, откуда растут ноги. Очень часто вот тема, да, садики и школы. Садики и школы и родители. То есть когда ребенок делает что-то хорошо, ну просто хорошо, его не замечают. А когда делает что-то плохое, замечают. И получается вот люди с вот таким вот как бы личностным дефектом, я это называю, перфекционизма, они вот по жизни как бы на мир смотрят через бинокль. Знаете, как работает бинокль? Он либо уменьшает, либо увеличивает. И вот люди вот с темой перфекционизма, они смотрят на свою жизнь вот через бинокль. И вот как они, как у них происходит. То есть на свои достижения они смотрят через маленький бинокль. То есть смотрят и мало. Что я достиг? Надо сходить на тренинг по мотивации. Пошел на тренинг по мотивации, там его давай, 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 давай. Он побежал, побежал, пробежал, упал. Я говорю, я очень сильно благодарен людям, которые ведут тренинги по мотивации. После них просто терапия дольше. Лечение идет просто дольше. То есть люди идут в долгосрочную терапию, уже консультированием не обходятся. Вот там что-то подкорректировано. Многие психологи это означают и дают нам хлеб. Они дают хлеб, вот эзотерики, вот и эти, ну сильные такие эзотерики. И тренинги там делают очень сильная накачка по мотивации. Там получается психотерапия просто будет дольше, потому что человеку нужно вот эту навязчивую идею. Ну если вот тема цели, цели это навязчивая мысль. То есть если вот говорить, про что вы думаете в течение дня. Вот это если вы думаете одну мысль в течение там трех часов, это уже такое сигнал. А если вы про одну мысль думаете, вот, ну задумайтесь, что там с вами происходит. То есть человек как бы не замечает весь окружающий мир. И получается человек на все свои достижения смотрит через этот маленький бинокль. Ну и что? Ну живу я в Киеве. Ну однушка у меня там где-то на троещине. Ну да. Ремонт у меня там такой себе. Вот. Ну что там у меня? Ну там какая машина сейчас такая? Ну там Дэо у меня там сенс, блин, с таврийским бешком. Ну я говорю, конечно, что там не таврийский. Кто ж не видит? Вот. То есть я получается вот... И это все я смотрю через бинокль, кажется это маленьким. Зато человек там смотрит на себя в зеркало. Блин, я маленького роста. Блин, там у меня какие-то дефекты. А он смотрит на это через большие. И он видит это что-то такое огромное, такое просто капец. И это его начинает прям очень сильно беспокоить. Вот. Поэтому задача, вот какая задача сегодня у нас будет, вот с чем мы немножко поработаем, ну это называется даже прикоснемся к этому. Попробуем посмотреть вот на мир без этого бинокля. Я думаю, у каждого из вас есть чем похвастаться. Вот у каждого из вас. Я всегда, когда провожу мастер-классы в Киеве, я говорю, чуваки, чуваки, вы в Киеве живете. Или у вас есть деньги, чтобы сюда приехать. У вас есть деньги, чтобы заплатить за фестиваль. То есть там вы уже как бы молодцы. То есть у вас уже что-то есть. Многие этого не замечают. То есть много этого нет. Но человек это не ценит. Вот. И умение ценить то, что есть, умение ценить то, что есть. Умение быть довольным той ситуацией, которая есть. Ну это... Человек сразу выпадает из маркетинговой машины. Ему очень тяжело что-то продать. Он становится неуправляемый. Вот. Он становится неудобный. Поэтому на комплексы очень хорошо давить. Может видели, очень классную рекламу делали давно. Где-то в Европе. То есть в автобусе, вот эти поручни там, рука вставляется в них. И там часы. И получается так, что человек начинает нуждаться в том, о чем до этого даже не думал. Типа я с этим как-то круче чувствую себя, чем без этого. Вот. И получается, что вот умение довольствоваться не малым, а тем, что есть. Вот. И улучшать то, что есть. Это совсем другое. Вот. Куда же относится тема? Тема, это больше вот женщины любят усовершенствовать мужчин, а мужчины любят усовершенствовать женщин. Вот. Но мужчины как-то меньше парятся. А женщины сейчас очень сильно активизировались. Сейчас, если обратить внимание, большинство женщин посетители фестивалей, тренингов и так далее. Хотя изначально философские школы посещали только мужчины. В Древней Греции, в Китай. Там женщины вообще не пускали. Туда. Женщины, понятно дело, чем им заниматься. А сейчас женщины повалили, и у женщин потом, ну что происходит? Женщина пошла на тренинг. Ей там вот такой, знаете, как, ну, это, ну, женщина там как бы на заметку. То есть, есть такой вот феномен, называется раздувание эго. Вот человек приходит на тренинг, ему там в это эго вставили трубочку, и он такой, приходит такой король мира в семью себе, и там муж. А она, ты, и он с этим ощущением живет. У меня очень много было таких вот интересных примеров, когда дама одна ходила на тренинги, там очень часто ходила, там 5-10-е, а мужчина зарабатывал деньги и все это оплачивал. Все оплачивал, все ее вот эти с галлюцинацией оплачивал тщательно. Вот. А она, его все смотрели, видите, он же не развивается, он же дебил. То есть, она сфокусировалась на всех его недостатках. А ей как бы намекали на работе, где она работала. Ну, а как тебе кажется, а кто оплачивает там все эти дела? Ну, как бы день не отхода берут. И же развиваются. Вот. И вот тема, если брать мужчин и женщин, да, вот женщина в этом отношении более совершенна, то есть, ну, женщину больше как бы культурально исказили, что он не совершенна. А у мужчин есть этот комплекс неполноценности, и он с ним по жизни живет. Поэтому в отношениях долго останется мужчина с той женщиной, которая может уметь раздувать его эго. Которая умеет вот это эго ему раздувать. Как только он начинает сдуваться, она ему кислород поддала. То есть, по сути, иногда нам для достижений не нужно ни советы, ничего. Нам нужна поддержка. Ощущение, что мы справимся. Я всегда в примере рассказываю такую историю. У меня один знакомый там решил просветляться, по-серьезному так просветляться. Решил Эльбрус покорить вот только с проводником. Только он и проводник, и гора, и вот сам бы зайти на этот Эльбрус. До этого похода опыта у него не было. Он проехал при Эльбрусе, была очень плохая погода. Когда сказали, что одиночек не водят вообще. Ну это мало денег, никто не поведет. Хотя у него деньги были, но он не смог оплатить ту сумму, которую ему предложили. То есть, одиночек никто не поведет. Он говорит, ну а что делать? Я уже приехал, и я туда хочу идти с группой. С группой не хочу, хочу один. Хорошо, позвонили там какому-то человеку, пришел такой забулдыга, в каких-то таких очках черных. Ну вот вообще, алкаш пропитый полностью. Когда? Завтра в 3 часа ночи отправляемся. Ну тут вариантов нет. Домой возвращаться вообще не вариант. Он в 3 часа ночи заходит в этот алкаш, говорит, Сейчас плохая погода, не пойдем, давай через 2 часа. Заходим к нему опять через 2 часа. Типа все, погода наладилась, идем. Ну начинают идти, идут, 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 идут. И уже где-то вот они подходят к какому-то месту, где уже начинается снег. То есть дальше уже один снег, дальше уже ничего нет. То есть картинка везде одинаковая, будет лежать там 4 часа. Белая, 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 белая. Вот. Тот этот проводник такой раз. Я очки забыл. Я не хочу себе глаза попортить. Я пошел домой. Тут как домой пошел? Я тебе деньги заплатил. Ну ладно, я тебе их верну. Я себе глаза попортить не хочу. А мне что делать? Иди, я в тебя верю. И он пошел. Он туда пошел, сходил, там побыл, вернулся. Вот это слова. Я в тебя верю, они меня очень сильно вдохновили. Я не знал, куда я иду, зачем вообще, вернусь ли я оттуда. Я вообще нифига не видел, кроме этой белой фигни. Вот. Это про тему поддержки. То есть когда нам оказывается поддержка, мы способны гораздо на большее. Вот. Еще вот в теме феномена этого перфекционизма есть так называемое, в психологии есть такое название, нарциссические качели. Если на человеческий язык перевести, называется я гений, я говно. Я гений, я говно. Я гений, я говно. Я гений, я говно. Как бы нет середины какой-то. Вот когда у человека что-то получается, и причем вот это что-то получается, оно даже не обязательно будет иметь под собой реальную почву. Это даже может фантазии. Человек, допустим, сидит дома, такой смотрит по телевизору там что-то, там или по компьютеру, там рассказывает про какие-то там проекты. Человек такой, идея фиг в голове. Оп, лампочка. Как я сейчас тут в городе как сделаю такое, и он так сидит такой. Вот это пошло-пошло-пошло расширение, и он себя чувствует просто вообще там королем. А потом начинается в голове, получается в диалог, диалог в голове такой внутренний. Да у тебя не получится, да ничего не будет, а там нужно это, нужно то, нужно то, надо да 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 да. И в итоге потом свалился опять, и потом опять ничего не вышло, опять все плохо. И вот эта вот штука у человека, иногда вот эти вот амплитуды, да, как маятник. Задача иногда вот таких вот мастер-классов не сгладить, чтобы было все ровно, потому что такого, ну, не бывает. Чтобы и взлеты, и падения были не такие болезненные. Потому что, как правило, после вот этого вот взлета будет и падение. Вот, да, это называется, за любую манию мы платим депрессии. Когда вот была эта мания, побежал, остановился, умер, полежал там, психосоматика, все, накрыло. Вот, поэтому, сейчас я что-то хотел тут еще сказать. Да, еще туда же, еще в тему перфекционизма, это когда ребенка хватит, хвалят только за достижение. Вот, когда ты хороший, мы тебя любим, когда ты плохой, мы тебя не любим. И у ребенка, ну, и создается такое впечатление, что меня не любят, когда я плохой. Еще туда же. А как хвалить-то, да? Ну, вот, получается, мы же задаем ребенку похвалу, да, поощрение за что-то хорошее. Ну, а вот сделал он плохое. Как же это тогда? Нет, за плохое, ну, посмотрите, есть такое понятие, как, да, ребенка хвалят, хвалят за поведение и наказывают за поведение. То есть, ты хороший, а вот то, что ты сделал, мне не нравится. А у нас очень часто ты плохой. То есть, ты получил двойку, ты двоечник, и называется идентичность. То есть, у нас есть поведение, а у нас есть личность. И нас очень часто лупили именно в личность. А так как ранняя школа, это период, ну, его так в психологии называется импринтная уязвимость, это когда все идет напрямую бессознательно, минуя фильтры. Хотя некоторые и сейчас иногда, ну, проваливаются. Вот, и на ребенка можно даже орать, прям топать ногами и при этом любить. То есть, это задача, вот, да, зрелая личность, это способность испытывать амбивалентные чувства. То есть, одновременно любовь и злость. Вот, в семьях иногда бывает такое, если ты на меня орешь, у меня есть ощущение, что ты меня не любишь. Вот, а я могу тебя, ну, злиться, орать там, и при этом любить одновременно. Вот, и ребенку дать возможность это понять, что я могу злиться и при этом любить одновременно. Лебеноказывать. Да, у самураев была такая штука, если убиваешь из состояния любви, то карма не нарушается. Так, что туда еще входит? Да, хвалят только за достижение. И еще самый худший вариант, еще самый худший вариант, когда родитель использует ребенка, как инструмент, продолжение своих несбывшихся мечт. Это вот самая жесть. То есть, это когда отец ведет свою девочку на пауэрлифтинг или на бокс. Сам боялся на бокс, там же можно его дать. А на пауэрлифтинге можно диск из позвоночника повылетать. Нафиг оно мне надо. Пусть ребенок попердит там, походит. Вот, ну, бывает. Или на теннис пусть там. Кладывают в него деньги, он там ходит на сборы. А он такой потом выходит. Я, я, все, воспитал. Как продолжение своего нарциссического расширения. Или когда родитель, я где-то примерно в седьмом классе, когда уже началась осознанность проявляться, потребовал, чтобы родители свои табели показали. А вы как учились? Покажите. То есть, если во днях требует 4-5, покажите, как вы. Табелей, понятное дело, не было, но после этого и разговоров этих не было. Потому что, ну, учились так, как и я. Может быть, даже и хуже. Вот. Так, что еще здесь? Ну, и тема перфекционизма, это еще, ну, называют перфекционизмом. Перфекционистов это такой идеальный раб. Он хочет быть хорошим для всех. Хочет быть хорошим работником. А вот лучший работник месяца в Макдональдсе, это туда. А куда еще с макдональдным образованием устраиваться, да? Вот, потому что он, ну, это называется синдром отличника. То есть, гоняться за медальками. То есть, есть некие медальки, вымышленные или реальные, неважно. А в школе он гонялся за пятерками, потом за золотой медалью, потом за красным дипломом, потом за диссертацией. То есть, он бежит, вот, он не видит реальности, он бежит только за медалькой. Что ему вот когда-то кто-то даст. И они любят, вот, перфекционисты, вот, если это именно такое конкретное нарушение, они любят идти в иерархические структуры, там, где все понятно. Там, армия, там, социальные институты, государственные инструктуры. Там, где есть четко вот выстроена карьера. Очень часто, вот, они когда, допустим, ну, у меня, да, 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 вот эти все. У меня, ну, несколько людей там попадали, там, и на консультирование, и на тренинги, которые работали в госструктурах, там, в социальных службах, там, в, как это называется, в обл. администрациях и так далее. То есть, они там выгорают в хлам, и у них вторая крайность, они идут во фрилансеры. Во фрилансерах они не понимают, как там жить. То есть, ты просыпаешься, и тебе никто не ставит задачи. Ты можешь вообще спать до 12. Ты можешь вообще ничего не делать в целом. И ты, начиная, ты начинаешь кайфовать. Круто! Один день ни хрена не делал вообще. Второй день вообще ничего не делал. Третий день вообще вообще ничего не делал. А на четвертый даже с кровати не встал. Вообще отлично. Еще и сказал, что болею, мне чуть-чуть подносили все. Вот. Вообще бомба. А они потом начинают, у них потом, начинают, знаете, через сомнений, что вообще происходит. А как дальше жить? То есть, мир начинает потихонечку ручиться. Медалек нет. Достижений вот этих. И они начинают иногда очень часто ставить себе высокие планки. Какие-то вот высокие планки, которые иногда очень часто вот тяжело достижимы. Тяжело достижимы. И они, вот знаете, находятся в состоянии такой, ну, вечно какая-то должна быть цель. Цель, 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 цель. Если не цель, то все. Вообще смерть. Вот. Еще вот тема перфекционизма. Есть, ну, самая страшная вот часть этой темы. Это его так называют паралич перфекциониста. Вот кто занимается творческой деятельностью? Там копирайтинг, создание там, что вы до рекламы, сайтов, картины рисуете, там, не знаю, еще что-нибудь. Есть такой феномен, называется страх чистого листа. Может, слышали такое? Вот когда открываешь чистый лист, только что были мысли просто гениальные. И они почему-то приходят, когда я спать хочу, там, два часа ночи, полтретьего. Вот проснулся, открываю там, запускаю там борт, или открываю там блокнот, или там достаю холк. И все. Идеальный дзен в голове. Ничего. До этого не надо... Доходил на мастер-классы пациент буддизма, ни грена не получалось. Тут все получилось, мгновенно, вообще. Ни одной мыслишки, ни одной картинки, вообще ничего. Глухо, как в танке. Вот. И вот это вот, чего больше... Ну, самое страшное, это как раз этот паралич. То есть человек не может даже начать, даже переступить. Вот просто вот этот ступор. Потом, когда, ну, начинается какой-то идти процесс, человек что-то делает. Но, что нужно делать? Вот, как справляться. Как справляться с этой вот штукой сей. С параличом. Да, с параличом. Первое. Это разрешить себе быть неидеальным. Просто разрешить себе быть неидеальным. У нас есть такая штука, что, ну, сказать, что мы неидеальны, это тоже сложный вопрос. Потому что понятие идеала у каждого разное, правильно? Что одному красиво, другому отвратительно. И если вот, когда я начал рассказывать про классическую живопись, то, видать, в какой-то момент этим живописцам всем сорвало, и они начали вот это все остальное рисовать. То, что он в пинчу корцепты выставляет. Просто все, надоело, задолбало. Идеальные формы, идеальные пропорции. На тебе! Что попало, с чем попало. Помешал, все, картина. И для начала, что нужно сделать, один из таких аспектов. Есть такие упражнения, которые называются ревизия убеждений. Ревизия убеждений. То есть у нас есть некие убеждения. И у перфекционизма есть такая штука, это называется очень много долженствований. Вот в голове, когда человек общается как бы сам собой, со своими субличностями или еще с чем-то, когда идет внутренний диалог, то очень много я должен, я должен. И долженствование, вот когда я должен, это еще полбеды. А есть их три категории по уровню страшности. Я должен, это первый уровень, которые другие должны, второй уровень. И мир должен, третий уровень. Вот когда человек приходит, допустим, тот же самый Жек, почему там всех бесит? Потому что у человека есть некая идеальная картинка, что он придет, а там же люди хотят помочь, они тебе разрешат, придет людьми. Приварят тебе эту батарею и там все. Человек начинает приходить туда, в этот Жек. Понимаете, что там вообще краев не найдешь. Вообще легче самому в этом разобраться и сделать, чем туда ходить. Вот. У человека эта идеальная картинка рушится. По поводу мира. Что мир должен быть таким-то и таким-то. То есть неким идеальным. То есть я его представляю каким-то идеальным. Вот. И другие. Другие тоже должны быть идеальными. То есть вот картинка относительно других. Это завышенные требования к себе и такие же требования к другим. То есть я от других тоже требую выполнения таких-то и таких-то требований. То есть они не выполняют, значит они плохие. И это относится и к детям, и к мужьям, и ко всем, ко всем, ко всем. Ну допустим, вот смотрите. Можете сейчас вот свои убеждения повспоминать. Какими вы убеждениями себя тираните? У кого какие всплывают по поводу долженствований? Что-что? Почему так долго? Почему так другим? Ну вообще долго ты делаешь. Почему ты вот начал, а так долго еще занимаешься этим? Вот это, я кстати на этот вопрос больше метафорой отвечу. Вот этот Микеланджело, ему очень много было заказов на скульптуры из мрамора. Заказчик платил предоплату всегда, потому что мрамор стоил больших денег. И работа там, и все инструменты очень стоили дорого. И заказчик платил сразу приличную сумму. И Леонардо, этот вернее, Микеланджело говорит, будет готово через два года. Заказчик приходит посмотреть через три месяца на результаты работы. Приходит, стоит кусок мрамора, пыли. Почему не работаешь? Я в процессе, я жду. Вдохновение, да. Потом приходит через год, где, как стоял, только пыли больше. Это плюс кем мрамор. Потом приходит еще там какое-то время. Потом уже заканчивается срок, два года, как он и обещал. Заходит, как стояло, так и стоит. Ему давали в бубен, прямо в смысле слова. Очень грозно так. И тогда он начинал что-то делать. Очень что-то делать там, как-то у него получалось и так далее. И поэтому очень много в технологиях целеполагания пошла вот эта вот идея, как раз вот этого Леонардо да Винчи и прочее. То есть нужно придумать некий идеальный вариант, а потом к нему, то есть нужно придумать конечный результат. А потом к нему идти. Вот такая есть идеология постановки цели, да? Ну, слышали, может быть, что есть. Представить и к нему идешь. Но по ходу движения к цели у нас меняется. Цель. Цель может поменяться. Вот. А второе. Иногда нам вообще просто не хочется это делать уже. Вот реально вообще не хочется делать. А бывает настолько сильно идеальный результат какой-то наваялся, что даже страшно туда ступить. Просто страшно ступить. Поэтому есть еще одна модель одного из такого представителя искусств. Это, может, слышали фамилию такого? Ну, в Барселоне есть очень много зданий, в которые построил Гауди. Да. Слышали, да? Вот Гауди работал по другой системе. У него не было конечного результата перед глазами. У него шло от процесса. Процесса. Да, он шло от процесса. Поэтому он не понимал, как можно вначале схему нарисовать, а потом вот к этой схеме прийти. А вдруг перехочется. И вот у него получались такие творения именно благодаря тому, что он не видел конечную цель. Импровизатор. Да, это тема импровизации. А жизнь, по сути, она и есть импровизация. Жизнь – это чистая вода импровизации. То есть он тоже сам работал. То есть получается, что ты перфекционист, он не может делегировать. Правильно? То есть он не доверяет. Да, девиз перфекциониста начальника. Если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Поэтому у начальника вот такой вид. Эмоциональное опустошение, истощение. Я один раз приходил там, тренинг заказывал один директор компании. Заказывает тренинг. Я не помню, это какой тренинг. Прихожу, вот такой человек. И мешки под луком. Серого цвета лицо. Там вообще просто. Ему нужно на курортах вот лежать, чтобы он там тайский массаж 24 часа в сутки делает. Отпустил вообще от этого всего. А он там мотивация, цель всех вот так вот, вот так вот. Поэтому вот тема, она и мешает человеку жить, потому что он думает, что другие... Ну, а другие, они, конечно, не знают так, как он. Если он сам не знает, как. Он сам не знает, как. Объяснить не может. Они все тупые дебилы, не могут потом воплотить жизнь, потому что он не может объяснить. Вот, и поэтому очень часто начальники, ну, руководители, вот такие, с завышенными требованиями, они нанимают, как бы, мини-себя на работу. Мини-я. То есть такой же, как я, один в один, только тупой чуть-чуть. Я на его фоне, ну, не был. А вдруг он станет пенее, мне будет кто? А? Это перерсия? Ну, это не, это еще не перерсия, это норма. Это норма? Конечно, любые, ну, все постсоветские конторы проверят, как там все так работают. А задача вот сейчас, руководителя как бы, нового формата, нанимать лучше. Чем я. То есть я не соображаю программирования вообще ничего. Поэтому, чтобы я хорошо работал, должен крутого программиста нанять. И он мне будет рассказывать, как правильно программировать, а не я ему. Это знаете, как вот, есть анекдот такой вот про дизайнеров. Сделать визитку, заказать визитку дизайнеру стоит 100 гривен. Рассказать дизайнеру, как правильно делать визитки, стоит 500 гривен. Сопровождать дизайнера на всем процессе изготовления визитки стоит 1000 гривен. Хорошо, окей. Да, мы начали с убеждения в воздолженствовании. По поводу себя, да, я должен. Поменяйте слово должен на слово хочу. То есть я не должен дать образование своим детей, своим детям. Ну, сейчас стало и не важно, в принципе, дать образование. На успех в жизни это никак не влияет. То есть поменяйте слово должен на хочу. Хотя бы лингвистически, у себя в голове. Потом, ну допустим, я себе выписал немножко, я должен быть идеальным. Знаете, как женщины с таким вот взглядом перфекциониста, они даже мусор выносят в полном макияже. А вдруг вот судьба тебя встретит, а ты не готова. Хорошо. Потом еще есть такая, ну и самые эти установки, которые обречены на провал. Я должен быть всегда там успешным, счастливым, веселым, добрым и так далее. Вот это все, что я должен. И получается, человек отсекает очень сильно много чувств от себя. То есть я должен испытывать только такие чувства, а такие, ну есть чувства хорошие и плохие. Человек делит их. И поэтому я не имею права грустить, я не имею права злиться, я не имею права то-то-то делать. Я должен быть всегда умным, я должен быть всегда красивым, я должен быть таким, таким, таким. То есть их очень много, их должностование. Можете вот себя просто ремарку какую-то вставить и просто их выписывать. Убеждения, вот в психологии их называют тараканы в голове. Тараканы в голове это убеждение. И когда их скапливается много, они начинают очень сильно в голове у себя устраивать свои какие-то. Еще, допустим, я должен быть всегда добрым и добродушным. Добрых людей очень легко использовать. Ими очень хорошо пользуются. По поводу других, допустим, примеры должностования по поводу других. Другие должны соответствовать моим ожиданиям. Другие должны думать так, как я хочу. Вот пример такой. Другие имеют право только на одно мировоззрение. Вот знаете, там есть такая штука, в сектах есть наши и не наши. Вот наши это те, кто думают как мы, не наши это те, кто думают как-то по-другому. И цель, они должны думать так, как мы. Тогда будет все хорошо, в мире будет гармония, счастье и так далее. Если они не хотят думать так, как мы, нужно им объяснить, потому что они же не понимают. Если они не хотят слушать то, что мы объясняем, нужно настоять. А если нет, нужно их захватить и объяснить 10 раз. Ну, инквизиция и все эти дела, это оттуда. Оттуда ноги растут. По поводу мира долженствования, то есть мир должен таким-то и таким-то. Вот, допустим, для людей, вот некоторых складов личности, вот то, что происходит сейчас в стране и происходило, это называется вот просто разрушение карты мира. То есть у каждого из нас есть, ну, наше представление, каким должен быть мир. И когда в нем происходит какой-то катаклизм, то, что мы, ну, то есть это невозможно. Да, допустим, ну, пример, в Украине война невозможна. И человек, кстати, вот, у него такая карта. Как только ему доказывают обратно, типа, может, вот идет война, у человека идет отрицание. Да нет, да это СМИ все накручивает, да никакой войны нет, да никаких ничего не существует. Он попадает в отрицание. И очень часто вот у человека, у которых есть вот такая картина мира, она может быть там, ну, вот, женщины, которые очень долго не могут выйти замуж. То есть мужчина должен быть такой-то и такой-то. У них вот есть в картине мира только вот такая картинка мужчин. Приходит в жизни мужчина? Не такой. Потом приходит второй? Не такой. Третий? Не такой. Все не такие, не такие, не такие. А какой должен быть? Ну, вот такой. Так этот вот у тебя такой же был? Нет, этот не такой. А тот такой же точно был? Нет, это вообще не такой. А какой она сама толком не понимает? И самое интересное, люди очень часто думают, что человек другой, это статическая фигура. Это статическая, что какой-то одинаковый, и он будет одинаковый всегда. А как только он начинает за рамки, за эти выходи, человек начинает его в рамки загонять обратно. Смерть. А какой? От чего? Да, какой. Попуститься. Первая задача, это расширять свою картину мира. То есть расширять свою картину мира, что люди могут быть разные. Человек может тоже быть разным. Другие могут быть разные, и они имеют право дать право другим быть другими. То есть у каждого человека абсолютно разная картина мира, абсолютно разная. Очень часто, допустим, если люди приходят, грубо говоря, в одну секту, у них какая-то часть картины мира похожая, но не одинаковая. И картина мира, это не мир, это карта. В НЛП есть такая карта, не территория. У нас есть карта мира, а на территории может быть другая. Идешь по карте, тут не должно быть кочек, а там кочек. Просто капец. Хорошо. Так, еще. Третье. Второе было ревизию объяснений. Ревизию объяснений. Я еще сейчас про ревизию не договорил. Да. У перфекциониста тема «все связывать с собой», то все каким-то образом имеет отношение ко мне. Этим очень часто грешат такие, я называю, недопсихологи. Подумай про что это для тебя. Это знак. Ну, если сильно много человек видит знаков, это паранойя вообще-то. Единственное, в какие знаки нужно верить, это в прикинание, они реально существуют. А дорожные? Да, дорожные, они тоже реально существуют. Надо соблюдать. Хотя в Северо-Донецке, в отличие от Киева, знаки дорожных тоже не существуют. Там надо смотреть по ситуации, там люди на красный ездят. То есть, все связывает с собой. Ну, пример. Ребенок получил двойку, что ли? Это я виноват. Там пример еще. Что-то произошло, мне за это стыдно. Я себя за это виню. Что-то произошло. То есть, ну, это все связывает с собой. Это тема подросткового возраста. Это немножко как бы застревание в подростковом возрасте. Подросток считает, что все смотрят на него. Вот знаете, помните подростковый возраст? Скочил прыщ, такое ощущение, что весь мир только на него и смотрит. А потом, в 30 лет, происходит охрененное осознание. Что не то, что прыщ, а и ты нахрен никому не смеешься. Поэтому ты не смеешься. Да, там человек выходит. Потом опять мания. Да, потом опять мания. То есть, да, люди думают, что все обращают на него внимание. Знаете, вот идет человек, кто-то засмеялся, это, наверное, с меня. И начинают смотреть, что на меня не так, где я тут пыпочкался. Что ж так на меня все смотрят. Это какой я, о, великий. Что на меня все смотрят. Причем посменно. Одни отвернулись, поставь. Да. А если они все спят, почему они на меня не обращают внимания? Это со мной что-то не так? Кто-то спрятался, я его не вижу. Еще тема, это гиперконтроль. Желание все проконтролировать. Есть мультик, который я рекомендую посмотреть. Вот мультик, он просветляет. Это панда кунг-фу я всегда рекомендую посмотреть. У меня просто маленькие дети, они ничего кроме мультика, к сожалению, не смотрят. Там психологи очень много умных мыслей находят. У них же тоже там фокус снимания сужен. Сколько раз смотреть? Три, три. Уже три раза посмотрели. Вот там есть такой, ну кто помнит персонажей, там самая-то черепаха, самая-то просветленная. Она говорит, тебе нужно отказаться от иллюзии. От какой? Что все в этом мире зависит от тебя. Вот нельзя некоторые вещи проконтролировать. Я как организатор фестиваля, у меня было три страха, самых страшных. Первое, что на фестивале начнется дождь. Это самый-самый страшный страх, потому что ну очень много пространств, которые не накрытые, и людям будет плохо. И если пойдет дождь, это будет капец. Потом страх был, что будет очень сильно холодно. Холодно будет, все придут и будет холодно. Ну и третий страх, который был совсем-совсем такой, где-то там неосознаваемый, а вдруг война начнется. Это на уровне бреда был просто. Ну все было на фестивале. И дождь, и холод, и война. Последний фестиваль мы делали, когда уже реально было взрывы, стреляли, отключали связь. Нормально фестиваль, прошел все хорошо. Это про то, что есть вещи, которые мы не контролируем. Они к нам не имеют отношения. Есть некие силы, которые больше, чем мы. Это нужно просто принять как факт. Ну допустим, какие силы больше, чем мы? Больше, чем я. Ну природа это совсем большая сила. Еще больше. Да, некоторые другие люди. Допустим, вот брать руководитель, он больше, чем я. Он может меня уволить. Я его нет. Убить могу. Убить могу. Уволить нет. Все равно же от меня зависит, уволят меня или не уволят. Не всегда. А вдруг сокращение. Вот это от меня зависит не всегда. То есть у него плохое может настроение быть сегодня. Для тебя это трагедия жизни, а для него четверг. И он может просто... У него есть полномочия. Потом, да, есть высшие силы, допустим, высшая сила, чем наш руководитель. Это наше правительство, которое у нас есть, оно имеет больше некий полномочий. Некая система. Да, вот есть еще больше. И задача иногда, наша задача, принять условия игры. Просто принять условия игры. Допустим, когда я иду в тот же самый ЖЭК, я уже потенциально понимаю, что там будет. Вот просто уже понимаю, куда я иду. Что это за инстанция? Что там будет? И когда я иду уже, ну, принимая то, что там есть, что это система, что там понятное дело, что сидят люди с определенным умонастроением, которое будет то-то, то-то и делать, я уже абсолютно спокойно на это реагирую. А то же самое, допустим, когда кто-то писал магистрскую работу, дипломную работу, было такое дело? Да. У вас было ощущение, когда вы пишете, что вы какой-то вклад вносите? Нет. Нет. Вы просто дипломники? Или уже было разочарование? Ну, у меня было. Не было. Я думал, а потом это, знаете, как все, потом берут это и на хвост в туалете. Все. Вот цена трудом. Слезы, сопли, а это вот так. Ну, и вот эти вот розовые очки, они как бы вот спадают, ну, начинается какая-то зрелость. Там тоже нормально. Так. А еще туда же тема, все связано с собой, это быть примером для всех. Быть для всех примером. Не знаю, есть ли у кого-то такое или нет, но у некоторых людей есть, некоторые на этом зациклены. Есть у людей ощущение, что они снимаются в реалти-шоу и их регулярно показывают по каким-то телевизору. Вот. Ну, такое может быть у них представление. Сейчас-то это элемент мотивации, который работает. И просто не заигрываешься в это. Да, да. Ну, потом, да. Вот, быть вот для всех всегда идеальным и всегда примером. Ну, это тоже туда же. Так. Потом, туда же из вот этих вот убеждений, вот ревизия, это полярный взгляд на мир. Есть черное, есть белое. Есть немцы, есть русские. Вот это вот такое полярное мировоззрение. Есть хорошие, есть плохие. Есть успешные, есть лузеры. А регулярно на некоторых тренингах это впаивают в голову человека. То есть, если ты вот так вот делаешь, ты красавец, ты успешный. Если нет, ты лузер. То есть, есть только так или так. То есть, как только, ну, это тема манипуляции. Вот, если у тебя есть вот это, ты хороший, ты классный, ты успешный, ты молодец. Если у тебя нет, вот это полное говно, ты вообще никто, ты ку-ку-ку-ку-ку. То есть, пусть таким-таким быть. Задача вот этого этапа, это, ну, как бы, уравновесить. Что, мир на самом деле, он не черно-белый, не монохромный. Он очень богат на краске. Вот если знаете, там, когда были телефоны, может помните, 4000 цветов было. Алкотель вышел, такой маленький. Все вот так хотели. 4000 цветов. Там полифония. 4 голоса полифония. Это все. Потом вышел 65 тысяч цветов. Там какая-то 16-голосая полифония. Все вау. А потом там вышел, там, миди-формат какой-то там. Вообще. Ну, а если взять, вот, на мир посмотреть, сколько здесь цветов, да? Совсем другой контекст. Потом, еще, самая такая больная тема, это сравнивать себя с другими. Вот тема сравнивать себя с другими. Это такое вот, совсем такое, болючий мозоль. Тоже корни растут от родительской и школьной системы. В школе, ну, я думал, кстати, ну, как бы, уже все знают психологию, как бы, молодые учителя, по идее, должны уже. Ну, до сих пор так, школы процветают. Есть дети молодцы, а есть немолодцы. Немолодцов регулярно сравнивать. Вот смотрите, какие они, а вы, фу. А потом, ну, если вот развернуть, вот, куда двоечник устроится на работу? Куда? Мы сюда не взяли. У нас делается бизнес. А? Только бизнесом нужно заниматься. А отличники на них работают. А отличники на них работают, потому что они очень классно работают. Очень классные, молодцы. И им нужна, отличник уже нужна четкая задача. Да, да. Так в жизни и есть. То есть, творченик, он действует по ситуации. Отличник не может вообще с нуля начать. Он не может эго на рынке постоять, потому что он же, как же, хорошо учусь. Ну, да. Он уже не может начать вообще с нуля. Да. Он уже цел. И вспоминает на меня все смотрят, да? Да, и у них тут один. Ничего не продается. Так, 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 сейчас еще. То есть, тема сравнивает себя с другими. То есть, а тут вот, как бы, какое убеждение может быть, контр-убеждение. То есть, я не лучше и не хуже. Я не лучше и не хуже других. И другие не лучше и не хуже. Туда же еще есть вот такие, ну, как бы, в лингвистике такие вот убеждения. Это гиперобобщение. Все, всегда, все, вообще. Вот очень все гиперболизировать. То есть, это гиперобобщение. И задача, вот одна из задач, это поменять, как бы, ограничивающие установки на поддерживающие. То есть, вот считается, что убеждения есть ограничивающие, а есть поддерживающие. Сейчас попробуем поработать. Немножко так, про теорию, про теорию. Хорошо. У кого есть какие-то вот проекты, идеи, которые вы вот все вынашиваете, вынашиваете, вынашиваете? А можете поделиться? Да. Я могу поделиться. Да, потом ты. Да. Ну, я очень хочу отзывать свой журнал. Но постоянно у меня вот... Ну, я уже работаю в журнале, это все статьи. Я думаю, что... Мне в основном кажется, что моя начальница делает все хуже, что я знаю лучше. Я думаю, блин, да я же могу так же, почему я не делаю этого? Но у меня своя картинка, поэтому вот, ну, теоретически... Журнал физический? Физический, да, глянцевый. И теоретически я знаю, вот, что нужно делать. То есть, но мне не хватает желания начальнику, чтобы, ну, блин, ну, вот здесь еще вот нужно доработать, здесь еще доработать, вот еще немножко. Смотрели вы «Дьявол носит Прада»? Да, конечно. Мой любимый фильм. Они все далеки от совершенства журналов. Ну да, я понимаю, но у меня есть представление о моем, что вот мой будет совсем другой. Знаешь, у тебя есть такой риск, что некоторые люди могут не так оценить, как ты сделала. Ну да, они могут не понять это. Люди могут не оценить. Хорошо. Да, у вас? У меня есть тренинг, который я прочитываю, и другой. Про тренинги я могу много рассказывать. Знаете как, нужно вообще не так делать про тренинги. Нужно вначале продать, а потом писать программу. Зону выживания себе оставить. Это не зона выживания, это вообще наоборот. Потому что бывает, ну, я просто работаю давно уже с тренинговым бизнесом, и людей обучаю этому. Люди пишут, ваяют. Тренинг там, 78-ое просветление. Это просто вообще, кто придет там, умрет просто на месте, если пройдет там тренинг. У него жизнь там, вообще, он вообще захватит Африку и там станет президентом. Просто. Вот вообще там все, алмазы оттуда будет продавать. Там бомба. Потом пишет программу, выставляет в интернет, и ни одного звонка. У него сразу в минус такой жесткий уходит, лежит, умирает потом. Потому что, ну, рынок, он диктует, есть спрос, есть предложение. Да? И нужно посмотреть, а это людям надо или нет? Люди приходят, я с ними работаю в индивидуальном формате, но никак не могу это разделить до... Надо, вот уже продажа, значит, есть. Хорошо, давайте, еще какие идеи у кого есть? Я тебе подскажу, потому что... Уже есть человек. Я тоже начинался индивидуально. Хорошо, да. С диссертациями не выкладываешь. С диссертациями сложнее, потому что тут нужно вот так вот, есть эзотерическое упражнение, вот так вот берете руку правую, кладете на сердце. И задаете себе вопрос, а я правда хочу закончить диссертацию? Если внутри говорит, нет, берете и диссертацию. Потом второе, а для кого я хочу это сделать? Если для себя. Если для себя, вы тоже сделали. Я гарантию даю. Представьте те значимые фигуры, которые вам говорят. Как вас зовут? Ира. Ирина, ты должна закончить диссертацию. Это чей голос в голове? Ноги. Я хочу. Хорошо. Давайте дальше, кто еще? Какой проект? Ну, у меня, например, рождается проект вечером. А утром я просыпаюсь и новый проект рождается. Идей много. Как эту идею до конца реализовать? Я сейчас метафору скажу на эту тему. Один ученый решил провести эксперимент. Он употребил большую дозу ЛСД. Он регулярно ее употреблял. И ему приходили всегда мысли очень такие серьезные. Вот как мир изменить, чтобы все просветлились очень быстро. И он один раз решил так, по-серьезному. Сел вечером дома сам. Сверх большую дозу употребил. Включил соответствующую музыку. И ему просто вот вообще. Бог подошел и сказал. Тю-джю. И исчез. И он это взял и записал, закрыл тетрадку и заснул. Просыпается, открывает. Там написано. Вечность пахнет нефтью. Мы воспринимаем идею в зависимости от того состояния, в котором мы находимся. Если мы в добром состоянии, это называется расширение нацистическое, идея кажется хорошей. Как только мы падаем своим состоянием вниз, идею мы обесцениваем. Обесцениванием. Дело в том, что это уже заболевание. У меня такое же, что как у него. Это уже на грани заболевания. Все время приходят мысли, записывающие к тетрадку. И в итоге они опять какие-то новые. Ты опять в кучке говна сидишь по логике. Это у всех, я корчу. Это у нас за разным. Это вопрос. Вроде начинаешь делать, в какой-то момент начинаются сомнения и страхи. Другие по поводу того, что вы делаете, будут думать по-разному. Поэтому делайте. Ну, сейчас у нас будет небольшое упражнение. Хорошо, давайте еще пару идей. А если в процессе, допустим, ну, самый элементарный пример, ну, чтобы дамбочка понятна для всех. Начинаешь не впоследствии, и можно просто высохнуть. А, нужно так, чтобы скрипело. То есть, понимаете, можно же перфекционизм до маразма. Ну, то есть, вот как в этом останавливать себя, не до скрипа. Ну, это я утрирована. Ну, это тоже метафора есть. Вот я себе тут притчу одну коробку записал, как китайский мастер, который изготавливает в чашке. Всегда делал на чашке щербинку маленькую. Что делал? В алмазах же тоже специально делают. Да. Тут не соперничать с Богом. А так можно, ну, да, конечно, можно до маразма завести. Вот очень много людей, которые ваяют, 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 ваяют эту идею. А потом, пух, оно никому не нужно, не интересно. Или уже устарело. Это уже воплотило. Ну, так это понятно. А как вовремя останавливаться? Ловить себя. Ловить себя. Что я сейчас делаю? И зачем? Для кого? Есть великий китайский вопрос. Знаете, почему китайская культура так называется? Они задают китайский вопрос. На хуа? На хуа. То есть, они задают, на хуа я это делаю. На хуа, хуа не. И все, они все. И успокаиваются. А если, например, что-то начинаешь, продумаешь. Вроде бы, просчитываешь. Все нормально. Начинаешь действовать. Потом проходит какое-то время, короткое. И начинаются приходить какие-то моменты. Сомнения, что это, наверное, сейчас не надо. Сейчас не время. Например, сейчас такая ситуация. Непонятно, как будет дальше. И ты просто останавливаешь. Ну, смотрите, иногда вот то, что у нас происходит внутри, в нашем внутреннем мире, нужно просто научиться это все использовать. То есть, нашего внутреннего критика нужно использовать как союзника. Вот сейчас у нас будет упражнение, мы с вами поработаем в тройках. Смотрите, у нас в голове есть три голоса. Ну, так, разделите, смотри. Первое, мечтатель, это тот, который мечтает. Может, даже знаете это упражнение. Мечтатель, да? А второй, это критик, который все... И реалист. Реалист, который просто раскладывает по полочкам. Чем отличаются мечтатель и критик? У них есть эмоции. У реалиста эмоций нет. Вот если, знаете, есть такая тема. В бизнесе нет эмоций. То есть, эмоции разрушают бизнес. Вот бизнес это четко, все по полочкам, структурам и так далее. То есть, бизнес он логичен и предсказуем. Вот. Там есть логические такие, ну, как бы, лестницы из роста, есть квантовые скачки. И они все прогнозируемые. И все можно даже линейками и с помощью формул высчитать. То есть, вот это, ну, это вот бизнес, он предсказуем. А мечтатель, это ребенок, это наш внутренний ребенок. У некоторых людей, вот, кто не умеет мечтать, у них это внутреннее дитя просто задушено. Когда внутреннего ребенка регулярно душили. Стань взрослым, ты что, в носу ковыряйся, нужно уже взрослым быть. Сколько ж можно так вот это делать, надо уже взрослеть, подниматься, что ж ты делаешь такое. Вот все уже замуж вышли, а ты все никак. Вот, и вот это вот долбят, долбят, долбят. И из этого внутреннего ребенка, ему кислород перемыкают. Вот, и человек, как бы, ну, перестает мечтать, фантазировать, там, жить спонтанно и получать удовольствие. Ну, один из критериев успешной жизни, это удовольствие. То есть, если человек там ездит на лекции, у него там лицо, сейчас копию еврейского народа называется, ну, а стоит ли? А надо ли? Вот, поэтому, ну, критерий, мерило как бы успеха, это счастье. То есть, счастлив человек или несчастлив. Вот, поэтому, мечтатель, это наше внутреннее дитя. Критик, это наши родители и значимые взрослые. Учителя, воспитатели, вся вот эта толпа, которая нам рассказывала, кто мы, что мы, и почему у нас не получится то-то и то-то. Я всегда анекдот рассказываю, как, ну, я думаю, тут из сидящих, многих с математикой было своеобразное, да, отношение? Многие из-за этой психологии подумают, что там математики, там нет математики. Как анекдот такой есть. Идет учитель математики, едет очень дорогая машина, из нее выходит такой мужик солидный. Учитель смотрит, а это его ученик из там, начальной школы. Говорит, о, говорит, Петечка, я смотрю, так у тебя жизнь хорошо так сложилась. Говорит, да, говорит, Сидор Матрасович, хорошо сложилась. Ну что, математика тебе пригодилась? Вот знаете, вот один раз пригодилась, и когда? А я вот выхожу, говорит, из машины, такой, ключами кручу, они отскакают, и в канализационный люк падает. И что? А я вот проволочку скрутил в форме интеграла и достал. Вот, понимаете? Только мы учители. Вот, поэтому, вот, теоретики, это наши, вот, значимые взрослые, которые в момент нашего проявления, наших фантазий, делали нам стопе, да. И есть вот наш, такой, ну, как бы часть, наш взрослый, да, это реалист, который все может вот реально по полочкам разложить. Поэтому у нас с вами будет задание, оно будет длиться на 7 минут где-то. Будем мы работать в тройках. Вот, вот, я немножко пособирал ваши идеи. Вам нужно что? Вам нужно взять свою идею. И вначале вы все вместе, вот, идею эту еще больше насыщаете. Вот, идею, то есть, а можно еще так, ну, фантазируйте. То есть, даете волю фантазии. Один из качеств мечтателя, у мечтателя нет критики. Вот, представьте идеальные некие условия реализации вашей идеи. И начинайте фонтанировать этой мечтой. Потом все включаются в состояние критика и начинайте эту мечту поносить. Один мечтатель, это на все критики, да, или мы все мечтаем? Нет, одновременно все. Одновременно все фантазируют, потом одновременно все критикуют, а потом все раскладывают по полочкам. Вот это называется сырой остаток, потому что не все мечты могут быть реализованы. И есть понятие целесообразность, да, сообразно цели. Да, это вот, ну, допустим, не знаю, когда, вот пример, я всегда, как люди начинают тренинговый бизнес. У всех, многие действуют по одной и той же схеме. Обязательно нужно снять офис. Нет, зачем? Обязательно надо снять его. Это раньше тогда. Да, и сейчас так делают. Обязательно снять офис, обязательно в хорошем районе. Потом взять этот офис, дать хорошую рекламу, обязательно баннеры, обязательно там все вообще полностью догадить рекламой. Ну, сейчас есть там мейл-маркетинг, сейчас есть таргетинг, сейчас есть СММ, то есть вот все. А потом сидеть, знаете, как рыбак возле унитаза, ты с удочкой, ты в экипировке, ты вообще полностью как рыбак подготовленный. Водоем есть, да. Водоем есть. Ты вообще весь рыбак, ты канал Охотную рыбалку смотришь каждый день, ты в теме вообще полностью. Сачок на госу. Ты сидишь там, блядь, не ловится. Где подвох? Закармлива. Да, он подходит в магазин, говорит, я купил самую дорогую наживку, он там пахнет какими-то кокосовыми этими самыми из Новой Зеландии. Прикормку кинул, не ловится, ему задает, а вы прикормили? Прикормил, а крючок такой, такой, а где вы ловите? В унитазе, так там рыбы нет. А вдруг? Надо ловить там где есть, там где нет, там не надо ловить, правильно? Вот, поэтому есть понятие целесообразность. То есть можно вложить миллион долларов и ничего не получить взамен, только еще убытки себе нажить. Поэтому вот задача реалиста это все разложить по полочкам, чтобы каждый шаг был целесообразный. Поэтому если ваша мечта трансформируется, исчезнет, бывает такое, знаете, ушла мечта и слава богу. У меня была мечта открыть эзотерический магазин. А я взял одну коуч-сессию 30 минут. И мечты нету, и счастлив. И геморроя нет, которая связана с этим магазином, чтобы там стоять и продавать каждый день по 10 часов. Так я ничего не делаю эти 10 часов, я так буду в этом магазине еще следить, чтобы там товар не украли. Это не надо. Вот, поэтому бывает такое. Хорошо, поэтому давайте с вами объединяемся в тройки. Три минуты мечтаем, три минуты критикуем, три минуты по полочкам раскладываем. То есть в итоге у вас должно быть на ваших листиках, друзья, на ваших листиках должен быть ваш мини-проект, ваши идеи. Я хотела просить юбликсер, яку я три роки в беру, потому что завтра я захочу красу. Завтра я захочу красу, а воно у меня все будет на другое. Воно я ее не сниму, я знаю, что тогда я просто мухаю. Так? Маха. Олег, объясните нам студию упражнения. 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 Олег, объяснил fork. Олег, объясните нам студию упражнения. Они верьте не пуют. Да, уничтожает. У меня квитки. Что, приют прямо? Да. А диток тебе? Ты врияла про великий, оцей, детячий, дом, там, семейный. Нет. Ну, конечно, больше. Приятно. Какие-то дома. От 12. От 12. Продолжение следует... Арсенали... Значит, в Cham Monate на ... Запись прям идёт? Я начала себя рекламировать. Мои мечты! Две минуты. Две минуты. Начинаете уже рационально укладывать всё по полочке. Две минуты. Тебе позвонят. Мечта! Мечта! Очень безю! Мечта! Мечта! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Чтоб вы метели лицо Я его уже снял Сядьте друг на против друга, чтоб метить лицо Вы вот пришли сюда, да? Почти не знаю Да, естественно, знаете, просто оно не то пойдет Хорошо, раз по три упражнение началось Сейчас Вы просто сидите и смотрите на человека Просто сидите и смотрите В глаза или в глаза? Нет, не в глаза, не пристально вот так Не пристально Не сверлите, не в правый глаз смотрите Не внушения какие-то в нос Я не знаю Да, вот правильно я показываю Вы просто смотрите на лицо человека На лицо Вот вы смотрите на лицо человека И задайте себе в голове такой вопрос А вы когда-нибудь вот видели такого человека вот один в один? Вот просто в голове. Смотрите и задайте вопросы. Вот видели вы когда-нибудь человека вот один в один, точь-точь такого же? Вот точь-точь. С такими волосами, с такой улыбкой, с таким цветом лица, с такой формой лица, с таким цветом глаз, с таким подбородком. С такими бровями, с таким носом, с такими ушами. Вот один в один. Видели когда-нибудь? не не отвечайте на вопрос и просто посмотрите вот на человека вот разглядите его уникальность и скажите вот внутри себя внутри себя просто скажите когда смотрим него что ты уникален да ты уникален и вот а приставки да что он человек который стих на против вас он когда-то был давным давно маленьким ребенком младенцем который не умел разговаривать не умел ходить не умел писать читать и так ничего не умел думали и маленький ребенок и вот этот человек маленький ребенок всему этому научился научился писать научился читать считать ездить на велосипеде посмотрите на этого человека как на победителя перед вами сидит победитель ну во-первых он дожил до этих лет знаете средний возраст европе 30 лет это уже был глубокий старик приехал на фестиваль да то у него есть возможности финансовые желание желание развиваться он преодолевал какие-то трудности посмотрите на этого человека как на победителя и теперь договоритесь из вас кто первый кто второй я первый я второй неважно это договорились хорошо и теперь первый на первый номер говорит такую фразу я достоин а второй номер говорит да ты достоин или достойна теперь вспомните о вашем проекте каком-то о каком-то вашем проекте вот который вы может быть здесь придумали может где-то в голове у себя ваяете подумайте проекте и первые номера спрашивают у я достойна я достойна я достойна и вспомните какой-то ваш проекте и спросите снова что было какие чувства 2 минуты на обсуждение а 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 им Я уже почти все сделала, осталось только, что всего лишь соматный день-то есть, не такая торопия, да еще и соматный день-то. Хорошо, друзья, давайте пока на этом завершим, потому что 10 минут осталось. Буквально 2-3 слова можно на общий круг то, что хочет сказать, каково кому было. Ты достойна? Конечно. Ты достойна? Я достойна. Молодец. Иди, я в тебя верю. По европам, конечно. Спасибо. Спасибо. Ты достойна, что нужно делать как-то, чем возникает, что нужно уже действовать. Ну, так, нравится, что ты не говорила. С 10 хотя бы один. Спасибо. Спасибо. Это внутри не про мотивацию. Нет, это вообще не про мотивацию. Мне понравилось, что я позволяю себе быть неидеальным и делать открытый проект. Это неидеальный. Для меня не каким-то открытием. Это просто снимает все вопросы. Метапор и притч — это вот так. На будущее надо иметь всегда по-другой. Сейчас у меня начался разрушение. Нет. У нас есть ножницы для короны. Ножницы для короны, да. Ну, можно после упражнения. Я поменяла свою, когда мы говорили о проекте, в последний момент я поменяла, я просто поняла, что это не самое важное. В общем, я говорила долго, как это сделать. И быстро поровняла. Да, смотрите, первое. Самое главное правило — если мы движемся от своей души, от своей личности, да, если так сказать, душа — это просто эзотерическое понятие, от своей личности — это психологическое понятие, то мы не устаем и не выгораем. Нам хватает на это ресурса. Если мы устаем и выгораем, то первое — зачем мы бежим и от чего? Зачем мы бежим и от чего? И почему так быстро? Если кто-то хочет попасть в клуб 27... Что это? Ну, это самоубийцы клуб. Кто умирал там? Джимми Хендрикс, Джим Моррисон... А, да, 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 точно, точно. Дженни Джокли. Да, 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 да. Очень много таких, которые очень быстро жили. Быстро жили. Да, быстро жили. Да, быстро жили. Ну, там был девиз, то есть девиз только неролла — «Жить быстро — умереть молодым». Куртка Бэйн. А есть другая концепция. Каждый сможет реализовать свои жатунки, если будет двигаться в своем темпе. Именно в своем. Потому что, если взять, допустим, первое — наш тип темперамента. Холерики двигаются быстро, но они потом устают и долго отдыхают. Сандвийники двигаются быстро, но ни хера ни за что не берут ответственность, поэтому потом очень долго отдыхают. Флегматики двигаются медленно, но медленно, медленно, медленно и все время двигаются. Меланхолики двигаются медленно и оплакивают неудачи. Каждый двигается в своем темпе и по-разному. Поэтому найдите свой темп и двигайтесь в том темпе, который вам будет удобнее. Это нормально, да, если он потом отдыхает в том? Ну, холерики, они быстро зажигаются, а потом у них торможение. Спринтеры старые тоже. Да. Да. Ну, еще есть тема психосометрии. Если не поднимаешь по-хорошему, будет по-плохому. Не хочешь отдыхать, будешь болеть. Ляжешь по-любому. А как это твои вопросы? Можно полежать на пляже, а можно полежать в больнице. По-разному надо отдохнуть. Хорошо. Ну, я думаю, как-то удалось, да, чего-то прояснить тему. То есть, первое – это темп, второе – ревизия убеждений. То есть, вы просто можете сделать… Это процесс долгий. То есть, от старых установок избавиться просто очень тяжело. Это такой болезненный процесс. Но, возможно. То есть, делать ревизии, посмотреть, какие установки рабочие, какие нерабочие. Про нерабочие установки тоже есть такая вот метафора. Я очень много рассказываю. Это больше про системные расстановки. Когда девочка пришла к маме и говорит, мама, почему… А, нет, мама учит девочку, как правильно варить суп. Отберешь картошку – режешь кубиками. Потом берешь морковку – режешь кубиками. Берешь лук – режешь кубиками. Мама, почему кубиками? У меня бабушка как-то научила. Пойдем к бабушке. Пошли к бабушке. Та говорит, ну как? Так надо, а почему? Ну, у меня моя мама так еще. Нашли к этой прабабушке. Говорят, а почему кубиками? А у нас, когда была война, была просто такая квадратная кастрюлька, и когда режешь кубиками – больше помещаешь. Поэтому есть на некоторые установки просто время уже прошло. То есть, обкармливать детей до потери пульса уже нет смысла. Вот. Уже, ну, нет смысла там перекармливать. Голода. Голода уже нет. Уже такого… Нет, может это будет, то есть сейчас все непроцедурно. Но сейчас, в данный момент, нет этой необходимости. Вот поэтому нужно вот здесь просто ревить. Нужно ли быть идеальным? Нужно ли вот гоняться за этими медальками, за быть этим комплексом отличницы, то есть быть везде первым, везде там номер один, там супер нас мы тут дали. Ну, по сути, мы уже номер один, потому что мы все в одном экземпляре сделаны. Нет, ни лучше, ни хуже. Есть вот мы в одном экземпляре. И все, уже номер один. Не надо… А номер один – это доказать другим всем супер номер один. Посмотрите, какой я крутой. Вот. Поэтому, что еще? Тема, вот упражнение, которое мы делали, можно делать его самостоятельно, можно использовать для этого людей. В вашем окружении есть люди, которые вас критикуют. Есть? Да. Они критикуют вас по делу. Если вам нужна вашу идею, зарубить или увидеть… Задача критики – увидеть какие-то стороны идеи, на которые вы не обращали внимания. Для чего нужны враги? А враги, они указывают на наши стороны, которые требуют совершенствования. Друзья нас захваливают. А враги как раз нас поносят, они делают нас сильнее. Вот поэтому людей, которые критикуют и поносят, нужно найти их. У меня знакомая говорит, что вот я только бизнес-идею придумаю, там, моя какая-то родственница ее рубит. А она бизнес-четка такая. Она просто видит все. А налоговая? А санстанция? Ты думаешь свою голову? Так. А лучше… Чем когда придут налоговая санстанция, ты стоишь такой у плиты этой, и все в тараканах. И тебя фотографируют, а ты с табличкой. Ну это уже… Лучше уж так. Уже все, да? Да. Сделаем. Подарки, подарки. Да, все, тогда. Ну у нас по моим часам еще…